МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Садоводы довольны. Годом ранее вместе с соседним СНТ Степное отремонтировали и объездную дорогу до дачных участков. Все для того, чтобы пустить автобус из Ульяновска. На эти работы активные садоводы получили субсидии от областного министерства сельского хозяйства в размере полутора миллионов рублей. По словам местных, теперь на дачу можно добраться быстро и с комфортом. Очень легко приехать в зимнее время. Муж, потому что работает, он не всегда нас может привезти. А у нас здесь вот теплица, мы зимой кидаем туда снег. Мы в любое время можем приехать. Дороги здесь чистятся. У нас с основной дороги мы заходим. Еще одно приобретение – дробильно-рубильная машина. Агрегат стал верным помощником всех садоводов. Я вышла с предложением направления, чтобы купить дробильно-рубильную машину, чтобы уменьшить количество вывозимого мусора, потому что садоводы, вырезая свои деревья плодовые, кустарники, они все вывозят на мусорку. Покупка оказалась более чем выгодной. За три месяца размер вывозимого ССНТ мусора снизился на 15%. Да и производство безотходное. Полученные из деревьев щепу дачники разбирают, как горячие пирожки. Используют в качестве перегноя или посыпают дорожки на участке. В этом году на поддержку садовых некоммерческих товариществ выделено 176 миллионов рублей. На эти деньги проводится ремонт линий электропередач и строительство газопроводов. Впервые в этом году садоводы могут потратить их на благоустройство территории. Бюджетная поддержка распределяется в соответствии с нуждами садовых товариществ. На софинансирование проектов в областном бюджете предусмотрено 25 миллионов рублей. Анна Тищенко, Новости Ульянской правды.